Со спиной первый день переговоров Путина ИСИ, о чем сказали на камеру и о чем умолчали. Снова громко во временно оккупированном России и Крыму, а также в Краснодарском крае РФ. Иностранные инвесторы хотят строить оборонные заводы в Украине. Об этом и не только прямо сейчас в теме дня. В студии Юлия Капитонова мы начинаем. Пекин поддержит мирную конференцию по Украине. Об этом Синь Цзиньпинь сказал 16 мая во время встречи с Путиным. Визит российского диктатора в Китай подается обеими странами как координация мирных усилий. Хотя на самом деле Пекин и Москва готовятся противостоять Западу. Об этом пишет британское издание The Telegraph. В комментариях на камеру перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине. Но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало понятно, что там не все о мире, говорится в публикации. Издание акцентирует, Пекин Путин привез своего нового министра обороны Андрея Белоусова. Но и переведенный в Совет безопасности РФ Сергей Шойгу тоже есть в составе делегации. Вместе с руководителями Росатома и Роскосмоса. Визит Путина в Китай подчеркивает стремительное расширение военного сотрудничества между двумя союзниками, что вызвало беспокойство западных столиц. Издание напоминает, что Пекин отказался осудить российскую агрессию против Украины и взамен подпитывает российский ВПК необходимым сырьем и компонентами. Между тем, Россия постоянно подчеркивает поддержку Пекина в вопросах, связанных с Китаем, куда Китай угрожал вторгнуться. В начале мая разведка США предупредила оборонный комитет Сената относительно совместных военных учений Китая и России в Восточно-Китайском море вблизи Тайваня. Аврил Хейнс, директор национальной разведки, сказала американским сенаторам, Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, а мы не видим причин, почему бы Россия этого не делала. Накануне своего визита Путин сказал китайскому информационному агентству Синьхуа, что встреча будет способствовать совместным усилиям по укреплению территориальной целостности и безопасности двух стран. Что это означает для военного и геополитического сотрудничества? Два автократических лидера, вероятно, заставят Запад догадываться, пишет The Telegraph. На России очередные взрывы. В ночь на 17 мая в Новороссийске Краснодарского края РФ было вталкован нефтепрерабатывающий завод и порт Новороссийска. Известно, что порт Новороссийска был обесточен и, как пишет телеграм-канал ВЧК УГПУ, загорелась нефтяная установка на железнодорожной станции. Это станция Новороссийск, железнодорожная станция, тут бочки. Только что взорвался, взорвали дроном. Местным жителям было сказано не отпускать детей в школу и не идти на работу. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. На заводе был пожар, но его уже якобы локализовали. Было громко и во временно оккупированном России Крыму. Телеграм-канал Крымский ветер сообщил, что могла быть атакована Балаклавская ТЭС. В Севастополе пропал свет, были отменены занятия в школах и детских садах. А что же Минобороны РФ? Как обычно, там отчитали, что все дроны сбиты, а именно было якобы уничтожено 102 беспилотника. Напомним, в ночь на 16 мая беспилотники ГУР поразили производственные мощности предприятия российского оборонного комплекса «Базальт» в Туле. Об этом сообщил Униан, ссылаясь на источник в спецслужбах. «Базальт» – это главное оборонное предприятие России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск оккупантов, военно-воздушных сил и военно-морского флота. Тогда же россияне заявили об атаке на оккупированной ими полуостров Крым. В частности, удар пришелся по аэродрому Бельбек. Как сообщает телеграм-канал «Астра», вероятно, там была уничтожена заправочная станция. В то же время, военный главный редактор «Дефенс-экспресс» Олег Катков заявил, что авиабаза «Бельбек» в Крыму предположительно полностью уничтожена и выведена из строя на долгий срок. На спутнике может быть замечено само поражение зенитно-ракетного комплекса, который, очевидно, там был. Речь идет о поражении горюче-смазочных материалов. Также, вероятно, был поражен состав с авиационным вооружением. Позже появились свежие спутниковые снимки аэродрома «Бельбек», на которых видны следы пожара в районе стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. Степень их повреждения и количество поврежденных машин пока точно определить сложно. У России нет сил для стратегического прорыва, заявил командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Коволли. Как ранее сообщал Институт изучения войны, с начала наступления на северо-восток Украины оккупанты продвинулись не больше, чем на 8 километров от границы. При этом они несут большие потери. Информацию подтверждает и партизанское движение «АТЭШ». По их данным, потеряли боеспособность отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка. Потери и убитыми, и ранеными составляют до 70% личного состава. Но Украина должна предусмотреть все сценарии агрессии России. Как пишет Reuters, Россия, возможно, готовится к большому наступлению в ближайшие дни. Вблизи Сумской области враг наращивает силы. Но, как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона, анализируя ситуацию на северо-востоке Украины, можно говорить, что на поступление на Суммы пока отменяется. Как будет дальше? Пропали ли для Сумской области все угрозы? Пока неизвестно. Ведь ситуация пребывает в динамике. Сегодня они войска оттуда забрали. Завтра они снова смогут попробовать перекинуть, и через 3-4 дня ситуация может быть другая. Возможно, Украина получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории РФ. Об этом пишет Ле Монт, анализируя заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена во время визита в Киев. «Мы не поощряли и не создавали возможность для нанесения ударов за пределами Украины. Но в конце концов, Украина должна принимать решения для себя, как она собирается воевать или как будет вести войну в защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности». Издание отмечает, что Украина была вынуждена соблюдать этот запрет, поскольку критически зависит от западной помощи. И это стало проблемой, в частности, в случае с новым наступлением россиян в Харьковской области. Украинцы неделями наблюдали, как враг собирает силы у границы, но не имели возможности нанести превентивный удар по скоплению вражеских сил. Слова Блинкена были сказаны уже после того, как министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев 3 мая прямо заявил, что готов санкционировать удары по территории РФ из оружия, предоставленного Лондоном. Лемонт считает заявление Кэмерон и Блинкена признаком продуманного изменения позиции Запада. А вот немецкий оборонный концерн Rain Metal планирует открыть в Украине предприятия в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщил руководитель компании Армин Папергер. Скорее всего, пройдет еще по крайней мере год или два, прежде чем производство может начаться, и все предварительные шаги, такие как подписание меморандума о взаимопонимании, создание совместного предприятия, будут сделаны. Ранее Униан писал, что немецкий концерн Rain Metal планирует построить в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода. Отмечалось, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО. Пока в Украину приходят иностранные инвесторы с целью строить оборонные заводы, Белгородская область стала лидером в России по бегству населения из-за обстрелов. Уже в первый год войны 2022-го из региона уехало на 11 тысяч человек больше, чем приехало. А в 2023-м количество уехавших из области было на 27% больше, чем в довоенном 2021-м. Также Белгородская область превратилась из лидирующего российского региона в один из самых худших. Как пишет Верска, регион опустился на последнее место по динамике накоплений россиян, а местные компании лишились две трети прибыли. При этом по росту цен на продукты Белгородская область вышла в лидеры и значительно опередила Москву. Тем временем Росгвардия будет стрелять по внутренним врагам России из танков и артиллерии. Голова Росгвардии Виктор Золотов объяснил, зачем ведомство, которое обычно задействовано в разгоне митингов, получает на вооружение танки и артиллерию. Поднимали вопрос по необходимости того, чтобы у нас было тяжелое вооружение, танки, артиллерии, минометы. Это важная составляющая. Это бронежная гвардия, для того, чтобы давать ответ врагу, как внутренне, так и внешне. Это все актуальные новости на данный час. Подписывайтесь, не забудьте нажать пальчик вверх и включить колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok